Я достаточно спокойно отношусь к идее проведения Сочинской Олимпиады. Очень здорово, что Россия выиграла конкурсы, получила право на проведение этих Олимпийских игр. И вообще в любой стороне мира такие мероприятия требуют больших вложений. С другой стороны, мы должны соизмерять размеры вложений в эту показуху. Это, конечно, очень хорошее и полезное мероприятие, но оно краткосрочное, единовременное. И если размеры вложений в Олимпиаду будут сильно превышать размеры трат на социалку, на образование, на науку, на культуру, на социальную помощь населению, конечно, это вызывает многочисленные вопросы. Вот Китай вбухал огромные деньги в Олимпиаду, но никто его не упрекает, потому что страна динамично развивается, у нее большие затраты на промышленность, на индустриализацию и так далее. Поэтому никаких вопросов не вызывает. У нас, к сожалению, говорили так, что вот эти заплаты можно оправдать тем, что выстроят инфраструктуру для жителей Краснодарского края. Что для них это будет полезно, потому что они получат новые дороги, они получат новые коммуникации, они много чего получат. Но, если честно, судя по отзывам сочинских жителей, пока что никаких облегчений, кроме дополнительных поборов, дополнительных ограничений, никто не увидел. Некоторых просто сгоняют с земель под предлогом того, что там будут выстроены олимпийские объекты. Поэтому, конечно, я, например, не могу оправдать такие огромные затраты. Деньги потрачены явно нерационально и, конечно, масштабы коррупции большие. Нельзя сказать, что власть на это закрывает глаза. Нет, не закрывает. Она увольняет особо распоясывшихся диспетчеров этих самых денег. Но, тем не менее, какого-то ощутимого результата это не дает. Те же самые Белаловы, их вроде как обвинили голословно, они взяли, уехали за границу, вопрос как бы закрыт. Поэтому олимпиады хорошо, тратить нужно, тратить нужно много, но совершенно не в ущерб всей остальной экономике и социалке. Спасибо. 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 Спасибо.